Привет всем, вы на канале Балка с Димоном Круглый Год. Меня зовут Димон, один из нееданных моих роликов за 7 месяцев до травмы. 21 год, май месяц. За 4 дня после фактически ледохода. Ловить я буду на удочку. В качестве насадки у меня опарик с чесноком. Насадка работает как зимой хорошо, так и в принципе весной, когда вода холодная. Ловить буду ильчика, буду плотвичку. В общем, работа от потвырыбы, которая есть в вашем водоеме. Ну, по весне тут в мае месяце наивно предполагать, что там крупно оклевать будет. Вода еще холодная, не прогрелась, а рыба не активна. В качестве прикормки это корма. Сетка с хлебом, в которую положим груз, затянутся за тяжной петлей и закинутся, это все дело, в реку. Сухарики, которые находятся в сетке, размываются течением, крошки относят ниже по течению. На них приходит рыбка, туда закидываем удочку и ловим рыбку. Все очень просто, банально и по-простому, как в Советском Союзе. Ничего не меня, никаких супер-пупер набороченных прикормок. Все очень просто. Корма, сетка, груз, сухари. В качестве насадки опарик. Опарик с чесноком, это, конечно, новенько. Но все равно, на опарик с чесночком клюет рыбка бойко, как весной, так, в принципе, и зимой клюет хорошо. Потому что чеснок, он сильный ароматизатор, по холодной воде, по любой холодной воде, работает очень хорошо. Напомню, рыбка та, которая есть в вашем водоеме. Если подойдет крупно, будете ловить крупно, подойдет мелочь, будете ловить мелочь. Но клюет достаточно, в принципе, с обойку. На канале есть видеоролик, отличная насадка для рыбалки. Кому интересно, можете найти, посмотреть, как это все сделано. В двух словах скажу. Просто берем зубчик чеснока, мелко режем ножом и добавляем в баночку к опарышу в опилах. Сам чеснок опарыша не убивает. Опарыш пропахивает снаружи. Он не питается чесноком, друзья, не питается. Просто пропахивает снаружи. А так как чеснок сильнейший ароматизатор, по холодной воде прекрасно работает. Рыбки возьму столько, сколько мне нужно для того, чтобы повялить. Набирать килограммы рыбы я не буду и никогда не набираю. Она мне, как говорится, и не упилась ни в одно место. Ловлю в основном ради удовольствия. Что-то отпускаю, что-то беру себе, что-то отдаю другим рыбакам. Но за килограммами рыбы я никогда не гнался. Так же, как и не гнался за большим количеством просмотров и огромнейшей аудитории на канале. Никогда. Так же, как и на реке за громаднейшими уловами. Меня больше впечатляет рыбка весом в один килограмм под названием лещик. А такая рыбка меня совершенно не впечатляет. Поэтому возьму себе сколько нужно для того, чтобы на разочек повялить. Все остальное скидаю в речку обратно, подрастать и пусть растет. Рыбаков рядом на этой рыбалке не было, поэтому рыбу отдавать некому. Зимой иногда частенько я другим рыбакам отдавал, у кого уловы были намного меньше, чем у меня. Я говорю, забирайте, да не жалко мне, нате. Берите, иногда прямо ловил рыбку, поймаешь, бросишь его в сторону, он себе в ящищах сложит. Потом говорят, ребята, спасибо. Я говорю, да не за что, ничего, жалко что ли. За килограммами рыбы я не гнался и не гонюсь, друзья, никогда. Особенно за такими. Ловлю ради удовольствия. Ну, насадочка опарик чесноком работает, как говорится, по холодной воде. Вот в мае месяце, в апреле, в марте, в феврале. Да, я начинаю вообще с ледостала. Очень, в принципе, нормально, без заморочки. Опарыш, конечно, в это время не развести, но его можно просто купить в магазине. Красный, белый, большой разницы никакой нет. Самое главное, это именно чеснок. И всё. Опарик и баночку купили. Хватит вам, в принципе, надолго. На одного опарика можно ловить кучу рыбы. Там 10, 15, 20 штук при очень хорошем клёве. Потом уже опарик придёт в негодность, и его придётся менять. Ну, вот как-то так, друзья. Этого хватит, чтобы повялись. Чё в камеру попало, чё не попало, ну, не хрен, как говорится, и важно. Главное, на один раз поверить, в принципе, не хватит. И если вам, друзья, видеоролик понравился, пальчик вверх. Если не понравился, пальчик вниз. Пишите свои комментарии, а также вы можете, друзья, посмотреть вот эти интересные ролики, которые сейчас видите у себя на экране. С вами был я, Димон. Так зовут меня, друзья. Спасибо. Продолжение следует...